Купальный вал смертей на воде, жара на улице дает о себе знать. В Татарстане только на этой неделе погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Всего же с начала года утонули 25 человек. Президент Татарстана Русам Миниханов призвал усилить контроль за ситуацией на водных объектах, в частности уделить особое внимание неорганизованным местам для купания. В МЧС проводят профилактические беседы и учат татарстанцев правильно себя вести. В основном, когда вы извлекаете пострадавшего из воды, необходимо по возможности уложить пострадавшего на ровную поверхность, очистить дыхательные пути при наличии, если там есть какие-либо инородные тела, это могут ротные массы, песок, ил. И далее открыть дыхательные пути, то есть путем переразгибания головы, произвести пять вдохов и дальше начать сердечно-легочную реанимацию, 30 компрессий, два вдоха. Обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряя. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводят специальные курсы по оказанию первой медицинской помощи, где объясняют и наглядно показывают, как действовать в сложившейся ситуации. В нашем институте мы проводим курсы для всех желающих по первой помощи, где мы разбираем и сердечно-легочную реанимацию, базовую, и базовую реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора, ну и также захватываем вопросы по утоплению, по обструкции дыхательных путей и остальные, которые интересуют наших слушателей. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. Поэтому очень важно правильно выбирать место для купания и соблюдать несложные правила безопасности на воде.